Джип рассекретил флагманский внедорожник Гранд Вайгонер, пока американская компания показала лишь концепт будущего автомобиля. Впрочем, серийная версия будет не сильно отличаться от одноименного прототипа. В производство модель отправится в следующем году. Спустя 30 лет после отставки классического Джип Вайгонер, компания возродила свой полноразмерный внедорожник, его предвестником стал шоу-кар Гранд Вайгонер. Возрождая одну из своих знаменитых моделей, дизайнеры марки «Джип» решили не заклядывать в прошлое. Ни снаружи, ни внутри новый Гранд Вайгонер не имеет ничего общего с предшественником. Несмотря на отсутствие логотипов джипа, фирменные черты отчетливо считаются в характерной радиаторной решетке с семью секциями, раздутых колесных арках и вертикальной двери багажника. Компания позиционирует автомобиль в качестве американского премиума. Кузов концепта оформили с помощью декора из алюминия и тикового дерева. Также внедорожник оснастили 24-дюймовыми колесными дисками, напечатанными на 3D-принтере. Головная оптика и задние фонари светодиодные и визуально объединены узкой светодиодной полосой. Против туманки у шоу-кара тоже светодиодные. Под багажной дверью, снабженной электроприводом, расположен тонкий диффузор, улучшающий аэродинамику. Рейлинги наделены четырьмя петлями для крепления грузов, а в переднем бампере есть два буксировочных крюка. Внутри Грэнд Вайгонер получил роскошный интерьер, нетипичный для американского производителя. Салон рассчитан на семь посадочных мест. Первый и второй ряды состоят из отдельных кресел, а на заднем диване могут разместиться еще трое. Автомобиль имеет дорогие материалы отделки, включая искусственную замшу, деревянный шпон и алюминий. Кресла и панели обиты не кожей, а полиуретановой синтетикой. Вайгонер получил четырехзонный климат-контроль, шайбу с электротрансмиссией, двухспицевый руль. А еще в салоне есть целых семь экранов. Это даже больше, чем у нового S-класса. Кстати, про него я уже рассказывал в отдельном видео, ссылка на ролик будет в правом верхнем углу или в конце этого видео. Из семи экранов нового Вайгонера четыре дисплея установлены спереди. Это приборная панель на 12,3 дюйма, пара экранов по центру. Верхней диагональю 12,1 дюйма отвечает за мультимедийную систему Uconnect 5. А с помощью нижнего на 10,25 дюйма можно управлять функциями комфорта. Также для пассажира переднего ряда доступен тачскрин на 10,25 дюймов. Еще три экрана расположены сзади. Каждому из пассажиров второго ряда полагается по персональному дисплею на 10,1 дюйма. А между капитанскими креслами установлен общий планшет диагональю 10,25 дюйма. Среди других необычных опций аудиосистема с двадцатью тремя динамиками от фирмы Macintosh, оснащенной 24-канальным усилителем. Технических подробностей пока немного. Для будущего Грэнд Вайгонера заявлены сразу три системы полного привода и пневматическая подвеска KundraLift. О силовых агрегатах в компании не говорят, но лишь намекает, что внедорожник сможет похвастаться превосходной динамикой. Кроме того, модели пообещали гибридную модификацию с возможностью подзарядки от обычной сети. Такая версия наверняка появится и у серийного Вайгонера, которому также пророчат бензиновые атмосферники V6 на 3,6 литра мощностью около 300 л.с. и V8 на 5,7 литра семейства Хэми мощностью около 400 л.с. Оба двигателя будут оснащаться восьмиступенчатым автоматом и 48-вольтовым стартер-генератором. Вайгонер повзаимствует платформу пикапа RAM 1500. Этот бренд, как и G, принадлежит концерну FCA. Выпуск нового Вайгонера будет налажен на заводе концерна в 2021 году. Тогда же и будет представлена серийная версия. Не исключено, что Грэнд Вайгонер появится и в России. А если вам понравился новый Грэнд Вайгонер, то обязательно напишите в комментарии, чем. Ну а также не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе последних событий автоиндустрии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok